Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Елизавета Газизянова. Казань-Адлер, который 29 июля попал в ДТП в Волгоградской области на перегоне Гремячья-Котельникова. Благодаря грамотным действиям поездной бригады, пассажиры были оперативно эвакуированы из сошедших с рельсов вагонов, а пострадавшим оказана первая помощь. Всего награды получил 31 сотрудник бригады. Илья Анисимов был проводником в девятом вагоне поезда, который и направлялся в Адлер. В тот день на улице было жарко, вспоминает Илья. Отведя пассажиров на безопасное расстояние от накренившихся вагонов, он раздал им воду, которую привезли на место аварии, а также простыни, чтобы люди могли укрыться от палящего солнца. По словам студента, достаточно быстро после ДТП стали подъезжать к поезду автобусы, которые забрали пассажиров и отвезли в пункты размещения. Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из основных причин смерти во всем мире. Малоподвижный образ жизни, вредные привычки и другие особенности современности привели к тому, что профилактика заболеваний сердца стала необходимостью. Как свести риски возникновения данных заболеваний к минимуму и не стать жертвой собственного сердца, расскажем в следующем сюжете. По официальным данным, ежегодно в России от болезни сердечно-сосудистой системы умирает свыше 1 миллиона человек. Это 55% от общего количества смертельных случаев. Предотвратить сердечно-сосудистые заболевания помогут меры профилактики, о которых, к сожалению, сегодня знают далеко не все. На сегодня заболевания сердечно-сосудистой системы без преувеличения – это проблема номер один в мире. И на сегодня известно по статистическим данным, что смертность именно сердечно-сосудистых заболеваний занимает первое место. До 50% фактов смерти приходится именно на эту патологию, на заболевания сосудов и сердца. В рамках информирования и работы с населением по предотвращению развития сердечно-сосудистых заболеваний Министерство здравоохранения Российской Федерации с 5 августа провела неделю профилактических мероприятий. Университетская клиника Казанского федерального университета не осталась в стороне. В поликлинике и стационарных отделениях прошли школы пациентов и дни знаний. Хочется подчеркнуть, что очень важно создать осведомленность населения о необходимости профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. И Министерством здравоохранения Российской Федерации в следующей неделе с 5 августа по 11-12 августа объявлены недели профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и проведение дней знаний по хронической сердечной недостаточности. Наша клиника также участвует в этом процессе. Кроме того, в поликлинике университетской клиники Казанского федерального университета разработан алгоритм осуществления диспансерного наблюдения. Любой желающий может пройти профилактический осмотр в самые сжатые сроки. Консультации оказываются отдельно от основного потока населения, которое обращается за медицинской помощью. Массовая диспансеризация позволяет каждому пациенту получить профессиональную оценку стадии факторов риска, разработать план их снижения, понять, кому требуется вторичная профилактика, которая включает медикаментозное, а иногда и хирургическое лечение. Важно не пренебречь еще и диспансерным обследованием. Сегодня на государственном уровне решается эта задача. Да, к сожалению, у многих стереотип, что это формально, фиктивно, для галочки. Эти стереотипы мы стараемся разрушать. Сегодня государство, Министерство здравоохранения Российской Федерации, Республики Татарстан, каждое медицинское учреждение делает много, чтобы это было доступно в одно окно, в том числе и в нашей поликлинике по адресу Вишневского 2А. Любой может обратиться и пройти диспансеризацию раздельно от основного потока населения, которое обращается за медицинской помощью. Важно также понимать, что на первом месте в работе с населением стоит просвещение в вопросе не только лечения, но и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. По словам врача-невролога университетской клиники Казанского федерального университета Дианы Сафиной, существует ряд факторов, которые пациент может самостоятельно контролировать. В первую очередь, это корректировка пищевого поведения. Меньше соленого и мучного, сладкого и жирного. Соблюдение полезных пищевых привычек сможет сильно повлиять на исход. Уже существующих сердечно-сосудистых заболеваний, а также не допустить их появления и развития в будущем. Также существует острая необходимость введения активного образа жизни. Регулярные прогулки и другие способы досуга помогут не допустить развития опасных заболеваний. Тем не менее, существуют факторы, на которые пациенты не могут повлиять самостоятельно. Это наследственность и предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Это, во-первых, возраст. Люди старше 50 лет, более склонны к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. И с возрастом, конечно, мы ничего не можем сделать. По мужчинам более предрасположены к этим заболеваниям. И последнее, это генетическая предрасположенность. Ни для кого не секрет, что если в ближайшем окружении кровных родственников были ранние инсульты, инфаркты, конечно же, у этого пациента высший риск этих заболеваний. Генетика – это генетика. С чем родился, с тем родился. Поскольку дни знаний проводятся на регулярной основе, их эффективность не раз доказывалась на практике. Самое главное в вопросах лечения сердечно-сосудистых заболеваний – их активная профилактика, которая помогает на ранних стадиях выявить патологии и отклонения в работе сердечно-сосудистой системы. Школы здоровья проводятся на регулярной основе. Они бывают тематические, в том числе и по этой теме. Но так как сделан акцент на этой неделе на здоровье по сердечно-сосудистой системе, то пройдут именно тематические школы в рамках темы профилактики и хронической сердечной недостаточности. И по данным эпидемиологических исследований, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний высокоэффективна. Так, например, в исследованиях доказано, что на исход лечения ишемической болезни сердца 50% зависит от модификации факторов риска. Напомним, чтобы познакомить пациентов с профилактическими мерами сердечно-сосудистых заболеваний, в поликлинике университетской клиники Казанского федерального университета по адресу улицы Вишневского, 2А прошли школы здоровья. В рамках дискуссии с пациентами обсуждали хроническую сердечную недостаточность, а также профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Елизавета Газизянова, Адалина Абдрахманова, Ахмаджон ОЭФ, Универ Новости. Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с манипуляциями, однако не знал, как правильно им противостоять. Многие даже не догадываются о том, что их собеседник умело держит диалог под своим контролем, создавая лишь видимость чужого участия. Это может привести к тяжелым психологическим проблемам. Тем не менее, если научиться грамотно распознавать манипуляции, есть большая вероятность каждый раз выходить из общения без потерь. Как прекрасна была бы жизнь, если бы у наших собеседников никогда не было скрытых мотивов, а коммуникация была бы честной и прозрачной. Но, увы, так бывает не всегда. Время от времени нам приходится иметь дело и с несговорчивыми близкими, и с настойчивыми друзьями, и даже с токсичными коллегами. Первый шаг на пути к истине, конечно, осознание этого. Ведь манипуляция всегда игра на наших чувствах и эмоциях. К сожалению, в современном мире манипуляция — это очень распространённое явление, как и среди молодёжи, так и на людей постарше. Понятно, что уже люди такого более зрелого поколения, они опираются на некоторые иные ценности. И есть такая ценность, как искренность, как общение, как душевное общение. И поэтому, наверное, мы больше сейчас говорим про нашу молодёжь, про студентов. Манипуляторы, подобно иллюзионистам, заставляют нас верить в то, что им выгодно. Всех их объединяют важные черты, которые обличают любую манипуляцию. Когда знаешь, по какому принципу работают эти фокусы, и обладаешь определёнными техниками, то защититься гораздо проще. Человек может преследовать различные цели. Они влияют на то, какие психологические приёмы он будет использовать для их достижения. Эксперты выделяют несколько видов. Среди них эмоциональная, денежная, развлекательная и даже воспитательная. Что же такое манипуляция и зачем человек делает? То есть мы манипуляцию рассматриваем как некое скрытое послание, когда человек говорит, например, одно, а что-то внутри у него по содержанию, в мыслях остаётся. То есть как будто бы он затаился, как будто бы он хочет кем-то показаться, предположим, не тем, кем он является, когда нужно произвести впечатление, например, молодому человеку на девушку. То есть здесь как бы есть такая сложность говорить о своей слабости, и человек демонстрирует, скажем, свою силу. Большинство людей полагают, что манипулятор — это плохой, агрессивно настроенный человек. Он обязательно озлоблен на весь мир и хамит окружающим. Однако это не совсем так. Если перед вами действительно мастистый манипулятор, он всегда будет выглядеть обманчиво, вежливым, демонстративно открытым и улыбчивым, ведь это ключевые его рычаги влияния. Именно поэтому в древности иллюстрация манипуляции двуличности, лицемерие часто служило изображение античного бога, двуликого Януса. Здесь нужно в первую очередь доверять своим ощущениям, если у вас как бы есть такая калибровка, вы точно понимаете, что такое хорошо, а что такое плохо. Но если вы в своей системе ценностей ещё не разобрались, то есть что такое хорошо, а что такое плохо, и у вас нет ориентиров, тогда будет, конечно, сложно. Тогда, наверное, нужен специалист или старший человек, или наставник, или родители, которые могут вам отзеркалить ситуацию и показать, что вот здесь происходит такая-то история, будь осторожна, или как-то вам показать это со стороны. Потому что если у тебя нет выстроенных ориентиров внутренних, ценностных, будет очень сложно не попасться в это. Если с описанием манипулятора и его техник воздействия всё более-менее ясно, то с тем, как противостоять ему, нет. Специалисты рекомендуют обращаться к собеседнику по имени, чтобы расположить его к себе. Важно помнить об этом совете и отвечать на манипуляции с пользой для отношений. Когда вы грамотно реагируете на игру партнёра, манипуляции дают отличный шанс укрепить связь и почувствовать себя лучше. Ангелина Михеева, Резида Каримова, Александр Антонов, Универ Новости. Вчерашний первокурсник Института физики Казанского федерального университета Эльзам Магадиев в числе 111 победителей вуза пятой очереди конкурса «Студенческий стартап». Он получит грант в размере 1 миллиона рублей на создание платформы для анализа состояния полей по индексам вегетации, азота, влажности и хлорофила с помощью космических снимков. Аналитика фермерских хозяйств – сложный процесс. Аграриям сложно оптимизировать расход ресурсов без точных данных о состоянии почв и растений. А на рынке не так много точных инструментов для анализа и прогнозирования урожайности. Трудности добавляют и угодия больших площадей, поскольку традиционные методы мониторинга в таком случае, по мнению Эльзама Магадиева, трудоемки и неэффективны. Так, обучаясь в Казанском федеральном университете по направлению геодезия и дистанционное зондирование, будущий физик решил создать собственную современную платформу. Отвечающую на запрос индустрии. В работе со спутниковыми снимками, полученными от российских компаний, будут использованы алгоритмы компьютерного зрения. Алгоритмы предиктивной аналитики позволят спрогнозировать урожайность конкретных регионов, отмечает Эльза. Мониторинг будет основываться на спутниковых данных о нормализованном вегетационном индексе, отражающем наличие и состояние биомассы, данных о содержании азота и хлорофила в воздухе, уровне влажности. Красным на снимке система выделит участки, нуждающиеся в особенно тщательном уходе. Наиболее плодородные почвы окрасятся в зеленый. Так будут выглядеть интерактивные отчеты, пояснил разработчик. По таким ключевым факторам, как доступность, использование и интерпретация внешних данных, предсказательная система, стоимость проекта выигрывает у потенциальных конкурентов, в том числе и зарубежных. К слову, развернутый аналитический отчет обойдется фермеру в 250 рублей за гектар. В Светлоярском районе Волгоградской области прошла межрегиональная поисковая экспедиция студенческих поисковых отрядов «Десятая студенческая вахта памяти Сталинградский фронт». Ее участником стал студент третьего курса Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Артем Буймов. Экспедиция, приуроченная к 82-й годовщине начала Сталинградской битвы, объединила более 80 студентов-поисковиков из 20 регионов России. Для ее участников была организована образовательная программа. Они также приняли участие в работе по поиску останков красноармейцев, погибших во время Сталинградской битвы. Поисковики исследовали место крушения советского самолета Пе-2, изучали найденные останки на антропологической площадке. Студент Казанского федерального университета принимал участие в поисковых мероприятиях, а также отвечал за организацию антропологической площадки. Общими усилиями участникам экспедиции за две недели удалось обнаружить останки девяти красноармейцев. Третьекурсник учится на биолога и уже девять лет участвует в поисковом движении. Семь лет из них он увлекается антропологией. Сейчас он работает лаборантом в ДНК-лаборатории Всероссийского информационно-поискового центра. Проект Артема Буймова «Антропология и поиск» организации работы антропологической площадки в рамках проведения поисковых экспедиций в июне вошел в число победителей грантового конкурса «Росмолодежь» гранты «Первый сезон». Он направлен на повышение компетентности студентов-поисковиков в анатомии, археологии и антропологии. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова